Возможно, ты уже давно поглядываешь на аниме Тяночек и думаешь о том, как бы было бы хорошо создать свое аниме. Или, может быть, ты вдохновляешься Риком и Морти и хочешь свой фантастический мультфильм? Ну а может быть, ты просто приземленно мечтаешь о заработке на рекламных роликах в интернете? Ну и вот, сегодня я в этом тебе помогу. Всем добрый день, с вами Агни Игнатьев. Это первая часть из мини-курса по персонажной анимации, а именно по базовым навыкам персонажной анимации. Но не пугайтесь, это видео предназначено для абсолютных новичков. Здесь будут даны базовые навыки по персонажной анимации, которых будет достаточно для того, чтобы сделать либо свой мини-мультсериал, либо сделать простецкую коммерческую анимацию и поднять на этом немножечко деньжат. Ну, хватит лирики, пора бы начать. В этом мини-курсе мы разберем такую программу, как After Effects. Я уже очень много лет анимирую конкретно в этой программе. Я не буду вам объяснять досконально After Effects, а вместо этого сосредоточу ваше внимание лишь только на необходимых навыках пользования этой программы. Главное, когда будете устанавливать эту программу, обязательно ставьте ее на английском языке. Дело все в том, что так вам будет легче находить материалы и исправлять ошибки, которые будут возникать в программе. Первое, с чего мы с вами начинаем, создаем композицию. Для этого заходим с вами в Composition и выбираем New Composition, либо горящая комбинация Ctrl-N. Здесь дальше мы выбираем с вами размеры и параметры композиции. Тут, конечно, есть и заготовленные размеры, либо вы можете вбить эти размеры вручную. Я же предпочитаю выбирать HDTV 1080 25 кадров. Это Full HD размер, это 1920 на 1080. Вот здесь вы видите размеры. Нажимаем ОК. И вот у нас с вами создался проект. Если у вас проект оказался слишком длинный, а вам такой хронометраж не нужен проекта, тогда можно просто нажать комбинацию клавиш Ctrl-K. И опять появляется настройка композиции. Здесь мы можем подправить все это дело и выбрать такой хронометраж, который нам необходим. Я создам проект в одну секунду. Следующее нам нужно узнать, как, собственно, делается анимация в этой программе. Для примера я нарисую стандартную фигуру из автор эффекта, например, прямоугольник. Вот, я нарисовал прямоугольник. Также я могу перекрасить этот прямоугольник в тот цвет, который нам необходим, или добавить обводку. Но дизайн прямоугольника нас не так сильно интересует, как нас, собственно, и интересует сама анимация предмета. Для начала нам необходимо установить якорную точку. Видите вот эту штукенцию? Это якорная точка. Вокруг этой точки будет вращаться объект. Если якорная точка стоит не там, где надо, то объект будет вращаться, где попало. Для этого выбираем вот тут инструментик, либо горячая клавиша Y на английском. Выбираю опять фигуру и ставлю якорную точку там, куда мне это необходимо. Допустим, здесь. Также вы можете поставить просто спокойно по центру. Ну, я поставлю вот сюда. Следующее, что мы с вами делаем, это заходим в настройки предмета. Нас интересует функция transform. Как раз в этой функции находятся все необходимые параметры для анимации. Давайте я с вами раскрою это окошко, чтобы разглядеть это поподробнее. На русскую клавишу Y я могу развернуть все это более наглядно и увидеть все параметры анимации. И давайте с вами разберем главные параметры анимации. Параметры анимации position. Этот параметр анимации отвечает за анимацию объекта в пространстве. Параметры анимации scale. Он отвечает за размер объекта. То есть конкретно за анимацию размера объекта. Следующая функция rotation. Этот параметр отвечает за вращение. Следующая функция идет opacity. Ну и либо для некоторых людей opacity. Ну кому как больше нравится. Эта функция отвечает за прозрачность. Ну если более точно говорить, наоборот за непрозрачность. Ну ладно, не будем вдаваться в тонкости перевода. Просто запомните, что это отвечает за прозрачность. Не будем замыкаться на этом. Как собственно анимация здесь происходит? Здесь анимация происходит по методу интерполяции. Если хотите более подробно узнать, что такое интерполяция, у меня есть уже про это видео. Ну а сейчас я вам покажу это на примере. Например, нас интересует анимация по позишину. Мы для этого активируем эту функцию position. Нажимаем здесь на секундомер. И у нас появляется вот такая фигурка. Эта фигурка нам сообщает, что программа запомнила, что объект находится в данном положении именно в этом отрезке времени. То есть на таймлайне, на первой секунде, на первом кадре объект находится вот здесь. И в знак доказательства, что программа об этом помнит, она активировала ключик. Ну а если, например, на 20 кадре перемещу этот объект в другую часть. Допустим, вот сюда. То программа опять создает ключик, который сообщает, что на этом кадре в это время объект находится вот тут. И между предыдущей версией, где он раньше находился, и нынешней, где находится сейчас объект, программа создает интерполяцию. То есть фактически находит наиболее быстрый способ перевести объект из одной части в другую часть за то количество времени, которое вы обозначили. В данной ситуации обозначено 20 кадров. Ну давайте, если я нажму на пробел, то у нас запустится анимация. Ну и также вы можете увидеть, что у нас вот есть такая линия, которую можно регулировать. Вы можете сделать анимацию не прямой, а немножко закрученной. И вот так у нас получается. Такая же ситуация с интерполяцией находится и на Rotation. Можно активировать Rotation. И, например, к 20 кадру объект перевернется, например, на 360 градусов. И вот такая фигня будет происходить. Ну и дальше, в принципе, по логике также и со Scale можно работать. Допустим, объект у нас уменьшился. И по непрозрачности можно работать. Opaste активируем. И тут вот так сделаем. И вот мы видим, как несколько параметров активированы. Но базовые приемы вроде бы все понятны. Теперь переходим к практике. Для практики я загружу персонажа, который заготовил заранее. Это обычный робот. Выбирая файл с роботом, перетаскиваю в After Effects. Проект изначально у меня был подготовлен в Иллюстраторе. Поэтому я здесь активирую Composition и нажимаю ОК. И теперь мы видим здесь Pre-Compose. Захожу в этот Pre-Compose. И видим, что у меня есть три объекта с этим персонажем. Это есть две ноги и центральная часть персонажа. Для начала я ограничу всю эту анимацию примерно где-то восьми кадрами. Вот тут возьму ползунок, чтобы анимация дальше не уходила. И добью до восьмого кадра. Ну вот как-то так. Сейчас найду восьмой кадр. Все правильно, восемь кадров. Что я сделаю следующее? Теперь я могу, собственно, анимировать это тело. Для этого захожу сюда, захожу в Transform и выбираю Position. Но если вы не хотите постоянно так открывать, то просто нажимайте горячую клавишу P на английском, и у вас сразу откроется Position. Тут создали. И бам! И тут создали. У нас есть начальная и конечная позиция одинаковая. Зачем нужно нам их создавать одинаковыми? Я хочу создать цикл. Ну а дальше беру, перехожу на четвертый кадр. И, например, наше тело немножечко опускаю. Вот так. Теперь включаю анимацию и смотрю, что у меня вышло. Вот и робот заведенный. Все очень круто и понятно. Теперь, допустим, я хочу, чтобы он был заведенный всегда. А вот здесь немножечко сложно будет. Зажимаем клавишу Alt и на этот секундомер нажимаем левую кнопку мышки. Бам! И видите, тут у нас появились настройки. Выбираем вот эту стрелочку. Выбираем Property. И выбираем вот эту функцию. Loop Out. Что такое Loop? Это значит то, что мы хотим зациклить анимацию. Окей, Loop Out так Loop Out. И теперь у нас будет активирован скрипт, который делает анимацию постоянной. Теперь нам не очень нужно это ограничение. Мы отодвинем его и смотрим то, что у нас персонаж теперь анимирован не только в этих ключах, но и дальше он повторяет эту анимацию. Что делаем следующее? Теперь мы хотим, чтобы робот прокатился по всей территории. Для этого выбираем и создаем нулевой объект. Заходим в параметрах Layer. Выбираем New. И выбираем Null Object. Это нулевой объект, который никак не будет отображаться на рендеринге. Но помогает нам управлять другими объектами. Давайте немножко это дело подуменьшим. Я уменьшаю через Shift, чтобы он равномерно уменьшался. Мне так удобнее. Теперь установлю этот нулевой объект на самом персонаже. А к этому нулевому объекту привяжу остальные компоненты персонажа. Вот видите, у нас здесь такие есть улиточки. Берем эту улиточку и тянем к нулевому объекту. Раз, два, три. Теперь три объекта у нас привязаны к персонажу. Если у вас этих улиток нету, то потыкайте на вот эти функции. Они иногда прячутся. Но тут ничего сложного. Теперь беру нулевой объект. Перетаскиваю туда, куда мне это необходимо. И здесь активирую Position. Опять нажимаю горячую клавишу P. Position. И теперь курсор переношу на самый конец. И перетаскиваю нулевой объект в конец композиции. И теперь если мы нажмем на Play, то увидим анимацию объекта. Вот тут у нас робот бежит с очень большой скоростью. Мне эта скорость не нравится. Давайте это дело исправим. Опять зажимаю горячую клавишу Ctrl K. И увеличиваю композицию. Например, не на одну секунду, а допустим у нас будет 3 секунды. Теперь с помощью вот этих ползунков отодвигаемся. И вот эти слои удлиняем. Все очень просто. А вот эти ключи переносим в другую часть. И вуаля! Наш робот движется. Все безумно просто. Мы можем также добавить и анимацию головы робота и тому подобное. Таким же образом можем анимировать и руки, ноги и так далее. Это все на вашу фантазию и на ваше усмотрение. Ну а дальше не забудьте поставить фон для этого робота. Я же просто создам какой-нибудь монотонный слой. Например, Layer New Solid. И выберу какой-нибудь такой нейтральный цвет. Допустим вот такой. Как мы видим робот радостно передвигается. Ну и после того, когда мы сделали с вами анимацию, нам нужно позаботиться о следующей вещи. Как сделать из этой анимации, собственно, само видео. Ну а этот вопрос вы можете легко найти в интернете. Сам же процесс из программной анимации, конкретно файл видео анимации, называется рендеринг. Для этого вам нужно просто забить, как рендерить в After Effects. Ну а если совсем коротко, то можно зайти в Composition, выбрать Pre-Render. Здесь выбираем формат. Допустим, тут Custom. И тут выбираем формат нам необходимый. Ну а в этой функции выбираем, куда рендерить. Ну а дальше, после того, как мы все настроили, нажимаем на рендеринг. Ну а на этом все. Всем всего хорошего. Ждите следующего выпуска. Мы более подробно разберем такие вещи, как FK-анимация, IK-анимация, ну и другие легкие способы для анимации. Обязательно не забудьте подписаться на мой канал. Поставьте несколько комментариев. Ну а на этом все. Всем всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok